Это был урок казахского, якутского и русского языка от Сарала Егорова. По эмблеме можно понять, что вы из Якутска. Из Якутии, расскажите, пожалуйста, о себе и что вы делаете здесь сейчас в Сочи? Я сам из Якутии, занимаюсь транспортом, приехал в отпуск отдохнуть в Сочи. Сейчас в настоящий момент играю в турнире фестиваль сочинский. У вас перед Баблом было 6 больших блайндов, мне рассказывали, но я подходил, у вас там средний стек уже. Как вам удалось это сделать? Очень повезло, не стал сковываться на Бабле, подумал, пока люди скованы, надо пользоваться моментом. Вы выиграли какое-то выставление или без шоудауна все? Нет, был очень шоудаун, на Ривере пришел вот этот трус крестовый, который не зря нашили в ответственный момент на Ривере, помог мне устоять против королей, ну а потом стало легче. Вы любитель или профессионал в покерах? Любитель. Как вы узнали о серии в Сочи, отбирались ли через онлайн сателлиты? Нет, у меня был в отпуск план поехать во Владивосток, в Тайгер де Кристалл. В прошлом году там ездили тоже отдыхать с семьей, а потом узнал, что там нету покера, а здесь как раз проходят большие покерные, как раз по дням совпало, и я сразу сюда приехал. Я, кстати, здесь с сыном, который собирается в армию, я обучал его, ну как теории, потому что смотрю покерные трансляции все, и что все молодые играют, все молодые, я вот поэтому обучить его привез с собой, чтобы он прошел, он в первый день, правда, выбыл, но сейчас вот ходит за меня, болеет. Сайд-эвент и кэш ничего не играли? Ни сын, ни вы? Нет, в кэш играем постоянно, отдыхать приехали, в кэш играем, да, вообще, я так думаю, в казино все перепробовали. А у себя там, ну понятно, что Владивосток там открыли горную зону, а какая-то подпольная игра или только в онлайн играете? Ну, скажу так, собираемся, с друзьями играем, да, вот так. Ну, хом-гейвс такие, да. Да, да, как хобби собираемся, играем, вот, между собой. Ну, очень интересная игра покер, она, как бы, Якутия сама, особенно север Якутии, сам по себе такой очень игровой, можно сказать, место издревней, там играли в разные игры, еще, вот, которые декабристов начиная, девятка старорусская, вот, царская игра такая была, очень популярна была, и люди, так сказать, к картам привычные на севере. Расскажите, вот, вообще, про свой регион, как вам живется? Наверное, то, что сейчас в Сочи в октябре, там, плюсовая температура, и некоторые могут купаться в море для вас там, это в диковинку. Ну, с другой стороны, вы бизнесмен, наверное, часто путешествуете, и видите разные стороны и России, и других стран. Ну, вот так скажу, конечно, разница очень разительная по температуре, вообще, по географии, вот, по этим. У нас сейчас уже начали подледный лов рыбы, это называется, уже по льду ходят, то есть лед уже толщина такая, что человека держит. И делают лунки, вот, а здесь, здесь еще действительно купаться можно. У нас купальный сезон бывает раз в три года, вот, особо теплое лето. Вот так только можно купаться. И то не в проточных, а вот именно в стоящей воде. Вот, поэтому, можно сказать, мы, как пловцы, не очень. А как вы добирались до Сочи? Это одна-две пересадки? Или там нужно куда-то сначала на машине, потом на самолете? С моего поселка депутатский мы вылетаем на Якутск, летим три часа до Якутска. Потом рейс выполняется Якутск-Москва, Москва-Сочи. И у нас получается в самолете общий пролет практически 16 часов, вот, от нашего поселка самого. А из вашего поселка какая авиакомпания летает, и что за самолет, интересно? У нас летает Якутия, Ан-24, или бомбардир, вот, один из двух вариантов пролетает. Но авиасообщение хорошее внутри Якутии, авиасообщение хорошо поставлено. У нас особых проблем нету, лишь бы погода была летная. На Алигана не очень часто летка, летная просто у меня очень много стереотипов о Якутии, да, а в целом это какой-то северной Сибири, там, и еще туда вправо-вверх, если смотреть на карту. Такое ощущение, что там и дорог нету, и как-то они перекрываются часто, и, в принципе, ты оторван от мира, нет? Да, да, есть такое, оторванный от мира, вот именно, и перелеты, сказал же, два с половиной часа, это много километров. Мы, например, на машинах туда добираемся 4-5 суток, когда груз везем с Якутска вот до нашего поселка. Это в лучшем случае. Суток? Да, да, 4-5, и причем есть промежутки, которые 900 километров. 900 километров вообще нет ни одного человека, ни одного заправки, ничего нету. Вот 900 километров, это очень большое расстояние для россиянина. 900 километров здесь проехать, например, можно проехать 10 городов, 20 поселков, 100 деревень. У нас, вот выезжая с Тополинова и до начала Батага, 900 километров нету ничего, кроме базы дорожников единственной на берегу озера. Все. Я вот сам лично ездию и знаю вот это. А там дорога, асфальт хороший? Нет, нет, автозимник. Автозимник в основном по замерзшим рекам. Дорожники прочищают к реке, и вот она, по ней едешь, где нужно, делают выход, и вот такая дорога. Это называется автозимник. А так нету. Почему вы там живете до сих пор? Ну, мы там родились, и сейчас в последнее время вот из-за программы «Российская Арктика» стало более-менее, хоть стали какие-то виды деятельности субсидировать, какие-то виды деятельности там, например, из федерального бюджета помогают осуществлять, и становится работать и прибыльнее, и легче, и интереснее. То есть вы живете в поселке Депутатский. Сколько народу там проживает? 3600 человек в поселок. И вы просто один из бизнесменов этого городка, который делает свой бизнес и любит бокер. Да, да, очень точно сказали, даже добавить не могу. Только что турнирный директор объявил окончание... А, нет, перерыв в другом турнире, да. Да, у вас часовой перерыв. Я тогда в любом случае не буду вас задерживать, но очень интересно, и я безумно хочу к вам попасть, и надеюсь, в один день это мне удастся. Желаю Якутии удачи и приятного аппетита. Спасибо большое. Рахмет. Махтал. Махтал. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» .